так ну тогда начнёмте древние руины асу смотрите обычная материнская плата присыпана каким-то пеплом и очень похоже настроение города как вот не смешно но вот есть центральный процессор очень напоминает центральную часть в городе храм и все остальное является вспомогательным интересно такое соотношение которое вот сравнение с городом очень похоже если сильно так не задумываться и никто не видел материнскую плату подумает что этот дом но город и тут дома конденсаторы это вот какие-то вот непонятные элеваторы ну кстати по сути они такими являются между прочим так называемые или в аторами но только для электричества вот и вспомогательные охладительные системы вот у нас есть для ддр планок различных пойдемте дальше принцип строения домов чем-то напоминает классические замки с высокими стенами окошками внутрь и внутренним двориком мнение такое ощущение что технологии которые у нас появились компьютерные скорее всего их реализовали в другой функции и их по сути не изобретали почему они так быстро начали появляться скорее всего информация про них была то есть очень многие эксперты начинают об этом задумываться почему как резко у нас начала развиваться электроника особенно микроэлектроника которая у нас практически в каждом доме у каждого пользователя каждого жителя на нашей земле вот у нас идет сравнение вот с очередной платой если вот если посмотреть на эту картинку архитектуры современного процессора так чтобы уже получается единственное то что процессоре все прямоугольное и вот сравнивается с электроникой вот излучатель на него подается импульс плюс минус и они начинают вибрировать и потом через некоторое расстояние стоит прием за счет того что вот эти пластиночки начинают микро вибрировать снимается на нагрузка обычно это ваш может быть наушник неважно что это это пиезоэлектрическая подложка вот у нас это все сравнивается с акустикой и вот наши храмы которые к сожалению у нас остались только стены заметьте что вот сами колонны они не являются просто круглыми они имеют вот такую структуру интересного подложки смотрите они являются еще переотражателями если кто видел очень интересные ролики по поводу когда начинают пластину на определенной частоте как бы вам сказать но возбуждать скажем так то есть он начинает гудеть то начинает выкладываться красивую форму волны и вот там где вот здесь ну как бы показано данном храме колонны обычно здесь пустоши то есть там где сигнал в основном затухает и здесь он переотражается обычно в центр то есть там где стоит священник алтарь современные там скорее всего стоял какой-то излучатель дальше вот строение очень похоже вот там где вот число 19 20 очень похоже на магнетрон который у вас стоит микроволновках то есть остались только стены все содрано меди нету но вот у нас структура все равно остается то есть церкви которые сейчас у нас находятся и храмы остались только стенки посмотрите на любой военный объект которые заброшены по сути ничего там внутри не остается кроме голых стен только по внешнему виду можно догадаться что там было и то до конца мы это не разгадаем и здесь идет сравнение электромагнитные волны спектр их нас это сильно как бы не интересует и вот у нас уже с англоязычного сайта изъята картинка интересно тоже автор считает тут грубо говоря там где называется перестайл грубо говоря центральная часть здания дворец так называемый очень похоже что здесь находится грубо говоря основной процессор вот эти все колоннады это грубо говоря так называемые стенки экраны и то же время и фильтр и очень хороший вот бассейн но мало кто знает что раньше фонтаны и бассейн и были своем разным экраном то есть даже можете удивиться вот если кто бьет в астане есть целый комплекс мемориальный недавно отстроены с различными символиками но если посмотреть с космоса то там все представлено как на плате то есть переотражение используется также вот в водной глади роман не хотел перебивать не может ли являться одновременно водным охлаждением как вот процессор что-то не перекрывался может ну да 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 вот правильно может но скажем так современное использование грубо говоря вот этих всех зданий это просто уже ну назовем это карга культ то есть использовать не полную мощность только остаточные какие-то побочные эффекты то есть те же храмы которые у нас стоят в центре города монастыри заметьте они стоят в центровых точках и так называемых местах силы места силы это места где идет очень мощное электромагнитное излучение от земли то есть там и выгодно ставить было так называемые станции вот этим генерирующий ток а здесь похоже вот на какое-то другое предназначение до конца и я сам не знаю просто прошу обратить внимание вот такие вот особенности когда вы ходите где-то перемещаетесь и правильно вячеслав подметил я честно так сильно не задумался до прекрасная система охлаждения как на атомных станциях теплостанциях некоторые элементы нужно охлаждать туда обязательно ставятся они возле воды современной станции только если сейчас мы за это платим то раньше это было более бесплатная электроэнергия вот и вся разница ну и чуть-чуть принцип отличался так вот у нас план города обращать наше внимание как все четко было выстроено и похоже тоже вот как на процессоре и заметьте самое главное здание опять же находится как и на плате микропроцессор в центре вот у нас строение кстати вот здание в 3d сделано тут по-своему относится к данному зданию но если не будем мистифицировать эти здания все реально все работало поставить вот например крестик или там какие-то там скульптуры гораздо проще чем выстроить вот такое вот здание то есть ну поменять фасад поменять наклейку вот как переделают китайский скажем так какое-то оборудование наклеили наклейку уже в юси она сделана то же самое здесь само здание не зря используется арочные конструкции мало кто даже архитекторов знает и даже многие скажут не знают потому что я общался с ними никто не может ответить просто говорят дань традициям потому что красиво выглядит но я вам скажу соотношение высот очень важно для резонатора то есть чтобы резонировала какая-либо энергия то ли звук то ли это электромагнитная волна это уже в зависимости от самого здания далее вот видите интересно вот храм да мало кто обращал внимание почему вот есть как шпиль есть вот такая вот более основательная система и я вам скажу что очень похоже что вот это там где вы видите очень высокую станцию здание очень высокая со шпилем сверху то это очень похоже на систему приема и передачи атмосферного электричества а вот такие вот основательные системы вот это романский стиль так называемый вот в таком стиле то я вам скажу что очень похоже на подстанцию там где генерируют электроэнергию и таких статей очень много я удивился когда начал искать в интернете и очень большое разнообразие здесь уже как бы частично идут шуточки прибауточки на тематику чья церковь и в этом духе но вот смотрите вид сверху то есть грандиозное построение и очень похоже что это все было техническое и вопрос веры тут скорее всего ни при чем кто там верит в кого-то я не хочу никого притеснять и оспаривать их веру но вот если с технической стороны смотреть очень похоже как поднимается шпиль на очень высокую но очень высоко относительно всего города и оттуда начинается излучать электроэнергия ну вот вы видели там как башня Тесла или что-то такое скорее всего он ее не открывал а всего лишь переоткрывал и пытался как-то описать это вот некоторые считают что это даже собирательный образ такового человека может быть и не было те времена не жил не могу утверждать то же самое пример это у нас в городе везде есть базовые вышки которые излучают только связь и опять же город тоже по уникальному строится скорее всего это все было промышленное здесь не только проживали но и что-то производили архитектура уникальна и по сей день так но мы очень много утеряли вот так называемые места силы некоторые находятся посреди середине озера ну почему бы не ставить станцию посередине озера далее у нас заметьте этот же храм только старая фотография которая ранее была представлена в 3d картинке и вот все ходят ну сюда как будто тут чем-то намазано если раньше люди предположительно ходили для того чтобы и лечили здесь и обучались это был своеобразный центр грубо говоря это было и рабочее место и в то же время лечебное и школа для обучения граждан то в дальнейшем это все позабыли то есть здесь опять же какая-то какой-то островок выстроен именно на воде залив сделан специально промык но чем вам не атомная станция ну правда здесь без радиации понятно электростанция с охладителями опять этот же храм только восстановленный на восстановленной картинке здесь заметьте он выше чем выше представлен то есть скорее всего здание было еще и гораздо выше так храмы все остальные тоже ров кто-то скажет очень хорошо раньше ну как бы хорошо использовать данный ров для обороны от противников может быть скорее всего все эти крепости в дальнейшем уже начали переделать в оборонительных целях но нам до конца еще неизвестно то есть какое же было изначально предназначение и вот тут уже начинают шутить вот типа станция метро сделали такой аналог вот станция метро в каждом большом городе есть такой и тут есть такой саркастический комментарий культовое сооружение посещаемое людьми толпами людей то есть если люди туда бегают значит это очень важное место ну конечно важно то есть я уверен что наши дедушки прадедушки более дальние поколения и прабабушки прекрасно знали предназначение пользовались и ходили туда только по нужде а если сейчас это все переделали в карго культ и пошло поехало из этого и подать и какая-то мистификация этих мест но тем не менее вот вам очередной вход в метро и очень много людей туда ходят а потом кто остался например дети видели что люди туда ходили родители туда ходили мы все туда ходили не понимая полностью весь функционал будут тоже как бы ходить как будто это нужно место если все оттуда извлечь ну как то вот так так здесь вот кто-то скажет что арки это просто чтобы было красиво вот именно такими скажем так красивыми обводами все сделано ну орнамент это уже как бы добавочная но вот обратите внимание просто если кругом делать он проще точнее гораздо прочнее чем тот который сделан квадратный вот нагрузка спокойно распределяется уже по всей стенке если бы квадратная то посередине крыши мог бы быть провал вот вам и фантастические технологии но это уже на примере метро ну мало кому как бы известно например в так называемом лондоне говорят что там первые открыли метро и электрифицировали судя по вот этим вот с скажем так стоением скорее всего они не были первыми они просто его откопали и возобновили поэтому удивляться своеобразным туннелем который находится под старыми городами не стоит просто они замыты не обслуживаются и забыты а вот англичане специально для того чтобы себе поднять статус более старой империи это все возобновляли а у нас это все забыто и ушло в небытие ну вот современная станция видите наши вот сейчас метростроители современные и во времена СССР сильно не заморачивались прочностью крыш а ранее это не дань традициям это дань надежности честно говоря когда станция строится это вполне очень ужасное место я вам скажу очень сыро все только кирпич бетон и мощные металлические свали а это уже все после отделочки вот тоже вот фотография мало кто знает очень похоже на место там где балаклава балаклава в балаклаве раньше были подводные лодки если кто-то посмотрит и не знал что это такое спустя века скажет вот это классное ну хранилище либо рыба улов то есть люди закрывали створки здесь оставалась рыба воду убирали ну как бы сливали выкачивали насосами вот вам много и рыбы хотя нет первоначальное предназначение самой подводной самую станцию для того чтобы загонять подводные лодки то есть мы к сожалению можем только в основном предполагать только в меру своей распущенности в знаниях можем уже добавлять какие-то свои идеи вот тоже вот интересный такой вот храм вот представьте что здесь что-то было остались только стены ну понятно что поукрашали все вот плиточка осталась скорее всего плитку докладывали уже потом но истинное предназначение мы не узнаем и по сей день пока что так ну здесь уже пошел пример метро и тут тоже вот начинают шутить это у нас так называемый щит я не знаю ну почему щит конкретно машина которая проделывает туннели для метростроя и тут уже подписано вот какой страшный скелет в общем тематику вы поняли потому что если люди которые потом например нас не будет и потом придут смотреть в метро они подумают что это просто напросто какие-то переходы ну обычно разворовывают когда пропадает цивилизация внутренности медь и все такое металл и конечно же скажут какое-то культовое было сооружение это какое-то культовое место вот вам культ авиации везде самолетики это какие-то металлические птицы это наверное для них были боги вот ну как-то вот так то есть уважаемый слушатель смысл этого ролика был в том что когда вы смотрите на старинные здания на свой город смотрите больше с практической стороны потому что у нас в истории очень ну очень много перекруто ну и как уже показывает жизнь много обманок всех благодарю за прослушивание с нами был роман и вячеслав котляров так и и так и так и так и